Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я сейчас вам буду показывать картины, написанные на холсте, на картоне и на арголите с использованием текстурной пасты. И вам расскажу, что произошло у меня, когда я сама попыталась это все сделать. Короче, я чуть не сожгла всю кухню, слава богу, все обошлось. Это было реально страшно, говорю вам как есть. В один из моментов, когда я выливала растворители в лак, в кастрюлю, меня дрогнула рука, хотя не дрожала не раньше. И это все загорелось. Как я не обожгла вообще свои руки, я не знаю. В общем-то, техника безопасности должна быть просто соблюдена на все сто процентов. И, к сожалению, именно в самой инструкции не указано, допустим, что именно вот это добавление нужно делать без применения открытого огня и так далее и тому подобное. Казалось бы, там все очень просто и действительно текстурная паста очень просто делается. Но именно тот момент, что с открытым огнем вливание легко воспламеняемых веществ, да, и вот в моем случае было просто одно неловкое движение. Я расплескала этот лак, блин, по всей плите. У меня, ну, в общем, цена вопроса, обгорелый потолок весь в дыму, все испуганы. Я тоже. Мне нужно менять фасады на моих, на мои мебели. Очень мне повезло, что я, у меня на кухне качественная немецкая. Просто немцы, привет вам. Качественная немецкая у меня столешница, она вообще не пострадала, хотя ей тоже досталось. Поэтому, ребята, если вы захотите делать текстурную пасту, выключайте огонь, добавляйте холодную, вот это все, что нам нужно по рецепту добавлять на улице без, просто, на улице без огня, чтобы не было нигде никакого огня, рядом вообще ни капельки, ни граммочки. Вот. Поэтому сейчас я пишу без текстурной пасты. Мне вот спрашивали, пишу я с текстурной пастой или нет. Нет, я не пишу. Мне реально страшно ее делать, я ее не делаю. Раньше, когда мне привезли пасту текстурную, мне выслала Даша. Спасибо ей большое. Я попробовала это все. Вот, да, я прорисовала. Реально, мне... Вот, ранее... Так, я прошу прощения, не отреклась. Раньше мне я попробовала то, что мне Даша прислала эту текстурную пасту. Мне очень понравилось сам процесс написания, мне понравилось, как она ложится, как она сохнет. Но в процессе изготовления в своих домашних условиях, купив все необходимое, я, блин, просто реально устроила дома ай-яй-яй. Поэтому, ребятушки, если хотите использовать текстурную пасту, задумайтесь еще о следующем вопросе. Это первый вопрос, безопасность. Второй вопрос, это следующий момент, это то, что... Вот, это то, что текстурная паста, если у вас некачественные материалы, она может не засыхать. То есть, вы можете потратить деньги, немалые деньги, хочу сказать, на то, чтобы закупить материал, потому что очень дорогой, там, допустим, вот этот вот микрокольцы, дорого, достаточно, ну, если большой мешок брать, с доставкой по почте, это в копейку получается. Я где-то в среднем больше 1200 гривен потратила на все компоненты, и в итоге я этим не пользуюсь, потому что я сделала текстурную пасту, и она у меня, вот, когда вот уже все это, мы все-таки посмешивали, да, после огня все. Значит, что я сделала? Я... Я ее попробовала, и, скорее всего, у меня, из-за того, что некачественный, который с меда идет, как это пчелы носит, воск, да, некачественный воск, вот, она у меня практически не застывает. Я уже туда добавляла и больше лака, и все равно ничего не получается. И это все у меня лежит в коробочке, там ждет, вот, я сейчас даже ее покажу, она, кстати, еще плюс запах там имеет, такой небольшой, неприятный, поэтому я сейчас, я вроде все там пробовала как надо. О, сейчас, момент, видите, я не подготовилась, хотела вам показать, что я все-таки же ее сделала, вот, я ее сделала, вот, она у меня есть, закрыта, ждет своего времени, возможно, когда-то я вернусь к ней, что-то там попробую доулучшить, доделать. Да, мне нравится, как она делает, но если бы за меня ее кто-то делал, я бы согласилась. А так самому, ну, после неудачного опыта ее произведения, да, вот, не получилось у меня. Короче, она еще у меня плюс, именно моя, именно моя. Вот, когда Даша мне давала, реально классно все получалось, очень красиво, она даже хорошо быстро сохла, и такие мазки классные, крутые получались. И вот, прям, ну, вообще, понимаете, ну, вообще, просто, смотрите на эту пастозность такую, я там рисовала, рисовала, вот. Вот, а сама я делать, вот, сейчас уже все. Я поняла, что я просто, у меня стресс, он еще не засохло потом, когда мы уже переделали, я уже не я делала, он уже делал. И все, и все. Вроде все по рецепту, все правильно, и добавили растворитель или разбавитель, я уже не помню, это без запаха. Потом мы добавили лак, акрилстирольный, и все. И она все равно у меня не засохла, вернее, она засохла у меня, эта паста, написанная на картоне, она засохла, знаете, через сколько? Угадайте. Через три месяца. Ну, куда это годится, когда ты берешь вот так вот все ногтем, оно через месяц все слазит. Я уже и подсушила в духовке, и все равно слазит. Поэтому, ну, как бы, я, например, если бы умею уже этот опыт, да, не попробовав, не узнаешь, если есть возможность у кого-то взять, попросить, если кто-то делает из вашего окружения, попробовать, если вам понравится. Вот прям спросить, где, что конкретно этот человек покупает, в каком магазине, какие ингредиенты, и именно в этом магазине это все брать, в этом всем, именно конкретно в каждом магазине. Потому что я взяла, скорее всего, не тот воск, и оно просто очень плохо застывает. Хотя все остальные ингредиенты были взяты вот конкретно вот из того места. Хотя вот видите, как классно, да, красиво, такие пым-пым-пым. Пыпки такие, пыпстики. Красиво, ну и хорошо ложится, и интересно получается, и приятно работать, и мне нравилось, мне реально нравилось сама вот сам процесс создания. Но все равно, вот как-то вот, опять же, говорю, что реально сейчас я бы не стала вкладывать в это вот такие деньги, которые я вложила. И за эти деньги лучше бы, в принципе, купила краску. Вот так получается, понимаете, я и текстурной пастой не пользуюсь, и уже попробовала, мне понравилось, и мне хочется пользоваться текстурной пастой, а мне нигде ее взять. Потому что, ну, она не продается, это только самому нужно делать. Вот так вот, да. И сейчас вот такой вот момент следующий, да, что если вы хотите все-таки попробовать, обязательно, обязательно используйте максимум безопасность, да, вот открытый огонь и легко воспламеняемые вещества вообще несовместимые. Я надеюсь, что вы это понимаете. Если вы, допустим, хотите что-то сделать, значит, мы на плите нагрели, сняли это все с плиты, вышли на улицу или где-то там, в месте, где нет огня открытого, добавили там эти все разбавители, смешали, и только потом возвращаетесь и ставите это все кастрюлю или ведро на плиту. Вот, потому что в емкости находится раскаленное масло сливочное, не сливочное, подсолнечное. Это, да, очень хорошо горит, если что. Ну, в общем, вот так вот, ребятушки, очень будьте осторожны и внимательны. Ну, так вот. Личный опыт, показываю, как есть, насчет текстурной пасты. Да, мне понравилось, но сама делать я сейчас не делаю, потому что именно у меня она не получилась. Вследствие того, скорее всего, еще раз повторюсь, что я думаю, что это дело в том, что воск некачественный мне попался, и нужно искать где-то качественный воск. А я сейчас, если честно, не хочу. Все, я уже от этого слезла с этой темы. Вот, возможно, вернусь, если начну писать большие картины. Там посмотрим. Надеюсь, было полезно и интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok